начало было не за нами быстрый гол но потом мы полностью взяли инициативу свои руки по сути уже полностью доминировали создали множество моментов две штанги опять у нас не забиваем пропускаем пропускаем сами два удара 2 гола принципе что тут говорить мы владели преимуществом ребята играли хорошо и создавали эти момент где-то нам не везет последнее время вот а что касается соперника то как я и предполагал команда будет играть организованно самоотверженно в принципе то что мы ведь вот но здесь наверное фарта и счастье было на стороне шинника первую очередь то что по игре мы полностью переиграли даже тогда когда были в большинстве мы все равно играли лучше что значит ничего посмотрите сколько моментов создали что значит ничего момент создавали не можем забить на данный момент еще раз говорю кого-то залетает у нас на данный момент нет но как чего не хватает понятно чего голов не хватает но мы видим что ребята опытная играет ну да да голов не хватает понимаете нам нужно забивать тогда уже будет все в порядке и не пропускать ну здесь можно сказать только о положительных эмоциях когда выигрываются такие матчи вопреки когда ты сражаешься со всем что вокруг тебя и неудачно складывается это и то что на первых минутах вы был один из ключевых наших игроков гангапшев по травме это и удаление это еще какие-то там моменты во втором тайме все против тебя наваливается и футболисты конечно молодцы проявили сумасшедший характер и я считаю что с точки зрения желания они сегодня заслужили победу потому что они больше желали победить но это всегда решение за главным тренером кто в стартовом составе выходит вот пока скажем команда выигрывает я думаю что никогда нет смысла что-то менять но мы говорим о том что эти два вратаря с нами уже второй год не зря они с нами второй год поэтому он в нужный момент вышел выручил и сегодняшнем матче и в прошлом матче поэтому здесь нужно только ему сказать огромное спасибо но в команде всегда бывает так сегодня тебя выручает вратарь завтра ты выручаешь вратаря когда забиваешь гол поэтому здесь нужно смотреть на командную работу больше а так каждый игрок в отдельности заслужил похвалы наверно я не помню по гангапшу значит у него разрыв связок предварительные заключения такое и если это все там завтра послезавтра подтвердится то моего до весенней части не увидим на вот что касается кто повезет команды ну конечно главный тренер вадим валентинович ему наверное запрещено находиться у кромки поля тренировочный процесс поэтому и в хабаровске подготовка к игре я думаю что ничего не поменяется единственное конечно его не будет рядом с футбольным полем но это уже другие момент но большей степени мы пытались их успокоить чтобы они не думали о том что мы играем в меньшинстве вот перестроили игру с точки зрения насытили штрафную площадку выпустили еще одного игрока очень много подач было сами видели да поэтому здесь ребята ну скажем так справились в целом были конечно моменты у тулы вот но в целом они справились и с волнением скажем таким когда у тебя на одного игрока меньше и скажем сыграли за себя за того парня и против того парня который красную карточку указал спасибо с победой всех